Домская ТВ Домская ТВ Домская ТВ Дом MICHAEL Домской ТВ Домская ТВ Домская ТВ Домская ТВ выпустила зеркало, которое стоит почти 200 долларов, крепится. Такое умное зеркало, точнее. Крепится в ванной. И его суть в том, что в нем есть камера, и она анализирует внешний вид человека по утрам. Каждый день мониторит и говорит, увеличились ли у вас, например, темные круги под глазами. Косметологи уже должны взволноваться. Наоборот. Наоборот. Она дает советы. Если у вас какие-то проблемы... Лишат же работы косметологов. Я так понимаю, это зеркало ничего не делает, и он только подсказки дает. Поэтому крем не выдавливает. Там есть обучающее даже видео, которое говорит, как правильно пользоваться. Оно может советовать. Мы сейчас видим, советовать по конкретному человеку, что ему нужно. Причем там есть такие интересные штуки. Оно работает. Оно узнает голос хозяина и лицо. То есть если зайдет гость в комнату, то он не увидит никакой информации. Зеркало его не узнает. А стоимость? 190 долларов. Не так уж и... Да. Ну и интересно, там 14-дюймовый экран. Интересно, что оно именно вот каждый день делает снимки и смотрит, что изменилось, и дает советы. Может там на каких-то ранних стадиях посоветовать пойти как раз к специалисту. Его уже можно купить? Да, его уже можно купить. Прикол этого зеркала в том, что это единственное умное зеркало, которое уже можно купить. То есть не которое анонсировано, а там обещано. Ну то есть все это происходит благодаря камере, которую мы видим над зеркалом. Она сканирует лицо человека и определяет мгновенно, что и как. Да. Интересно. Интересно, каким образом оно работает. Вот. И как скоро оно появится в широкой продаже в Украине. Ну я думаю, что любители... Ну девчонки обязательно приобретут. Любители себя? Ну на самом деле цена очень демократичная для такого устройства и к тому же до первого. Я думаю, ну оно стоит там в три раза дешевле айфона, то же самое дешевое. Да, если еще будет функция позвонить с этого зеркала. Я, кстати, не удивлюсь, если они добавят такую функцию. Чисто технически там все для этого есть. А еще интересная функция. Это зеркало может зайти на сайт с прогнозом погоды и выяснить, какой сегодня ожидается индекс ультрафиолета и посоветовать, например, намазать лицо защитным кремом. А, ну наверное, и одеть какие очки с какими линзами, да? Может быть, не темными или более прозрачными. Или не одеть. Да, или лучше не выходить желательно. То есть ночью зачем ты куда-то... Вы такие красивые сидите дома. Идите дома, это опасно. Продолжим? Да, следующая новость, правда, к сожалению, это оказалась не новость, это только проект, но уже у ребят есть рабочий прототип. Создали устройство, которое поможет не потерять вещи. Идея в чем? К этому устройству идут такие радиометки, такие наклейки тоненькие. Им не нужна ни батарейка, ничего. Они работают по принципу на бесконтактных карточек, как, может, кто-то знает в метро или каких-то таких других вещей. Вы клеите эти штуки на свои вещи, добавляете их в программу на мобильном телефоне. И дальше вы видите, что сейчас рядом с вами, а что вы забыли. Там к нему идет специальное устройство, которое следит за этим. Совсем тоненькие, простые штуки, которые могут работать годами. Очень удобная вещь. С набором из 20 наклеек она будет стоить 130 долларов. Можно клеить на самые наиболее теряющиеся вещи, как уже зонтик, мы вспоминали перчатки. Они приводят здесь пример фотографов, у которых много дорогих предметов, и за которыми тяжело следить. А так ты перед выходом из дома увидел, что в этом, что-то забыл. Или наоборот, перед возвращением домой. Но это наверняка каждый раз, когда ты выходишь из дому, нужно вносить в программу те вещи, которые ты хочешь взять с собой. Иначе он будет пикать бесконечно. Потому что что-то ты оставляешь дома, что тебе не нужно. Например, бутыль. Там, да, в этой программе есть списки. Ты можешь выбрать какой-то набор, что ты взял сегодня с собой. И она может промониторить просто, что рядом с собой с вами сейчас есть. Не все будильник помнят, что поставить на утро нужно вот это. Но это дело привычки, да? Мы просто сейчас об этом говорим как о новинке. И как только, возможно, оно войдет в широкое пользование, к этому все привыкнут. Петя, ты часто что-то забываешь дома? Очень редко. Но я однажды забыл, у меня был маленький карманный компьютер, и я положил его рядом с собой на скамейку и ушел, и забыл. И потом вернулся, через пять минут его уже не было. И с тех пор я всегда, когда выхожу, откуда-то ухожу, я проверяю на месте ли ключи, телефон. И когда выхожу из машины, например, такси, тоже всегда смотрю на сидение, ничего ли не выпало. Лучший органайзер у вас в голове есть. Но заменить это технологией почему бы и нет. Ну, как минимум, дать своему органайзеру немножко расслабиться и подумать о прекрасном. Эту работу выполняет вот это замечательное устройство. Следующая новость, которая попала в мировые новости на сайтах, которые посвящены науке и технологиям, связана с Украиной, что приятно. Но, правда, с Чернобылем, что не приятно. В Украине закончили строить огромную защитную арку, этот конфаймент, проект, который длился 12 лет, наконец-то завершился, и построена крупнейшая в мире подвижная конструкция. Его по площади как 12 футбольных полей, по количеству металла использовано как 3 эйфелевых башни. Высота 110 метров, длина 260 метров. В общем, огромная, огромная махина, которая теперь... А функционал в чем? Ну, она защищает весь мир от 4-го энергоблока, который на самом деле внутри там еще очень много радиоактивных материалов, и все это покрыто временной структурой. А финансирование покрывал тоже весь мир? 28 стран сбросились, этот проект стоил 2 миллиарда долларов. Открывал его сам украинский президент? Да, открывал президент. Вот вчера, наконец-то, они его закрыли. Но там, в этой штуке, есть технологические помещения, и люди могут через нее заходить, внутрь работать там. На самом деле, огромный проект. А вот эти экскурсии, которые очень часто у нас в Чернобыле устраивают, это уже можно внутрь будет попасть? Ну, я думаю, внутрь никого не будут пускать. Там все еще радиация большая. Даже при строительстве этой арки ее строили... Вот из-за того, что радиация, и зачем вообще ее подвижную делали? Ее построили рядом, а потом передвинули, чтобы рабочие, которые ее строят, не облучались выше нормы. И даже вот они работали посменно. То есть, там один и тот же человек не мог работать на всем строительстве. Ну, то есть, это о чем говорит? О том, что вот такое серьезное технологическое оборудование защищает сейчас Украину от возможной распространения радиации, да? То есть, вот послушав тебя, послушав информацию этой новости, можно в каком-то смысле вздохнуть чуточку и не переживать. На самом деле, это действительно источник серьезной опасности, полуразрушенное здание, внутри которого разрушенный реактор. И очень хорошо, что это наконец-то закончено. Еще раз, стоимость этого проекта? Два миллиарда долларов. Очень-очень. Но работали над ним относительно недолго. Строительство длилось четыре года. Но там проектные работы долго шли. Вообще, там вот интересно, там здесь не видно, вот эта крышечка, которая такая поднята, она потом в конце опустилась и закрылась. То есть, там много чего предусмотрено. Там внутри есть лестницы, помещения. Очень необычный объект, аналогов которому нет. По стоимости, эта программа сравнима с отправкой марсоходов на Марс. Я видел, что марсоходы стоили НАСА 2,5 миллиарда долларов. Только одних болтов в этой арке использовано 500 тысяч, полмиллиона болтов. Ну и в связи с этим, вероятно, Украину опять вспомнили в мире. Эта новость прошла по всем зарубежным средствам массовой информации. Ну вот, вот эти мы богаты, что называется. А чья инициатива или кто занимался? Ну, Европейский Союз в основном помогал. В основном, в общем-то, те, кому может достать радиация из Чернобыля, те, кому это опасно, те и скидывались. Ну, Украина тоже, я так понимаю, давала какие-то средства. Что еще? Google, компания Google выпустила свое, даже не знаю, как это называть, интеллектуальное устройство для дома. Есть уже второе. Это уже не оригинально, по-моему. Уже вторая такая штука. Это такой голосовой помощник интеллектуальный. То есть эта штука стоит, включенная в розетку в комнате, и вы можете с ней разговаривать, давать ей любой командой. Причем в ней очень хорошие микрофоны, можно из любого места в комнате сказать, там, Google, выключи мне свет, или Google, поставь музыку, включи песню, там, закажи такси, будет ли там сегодня дождь. Ну, в общем, любые вещи, которые сейчас есть в интеллектуальных помощниках в телефонах, можно делать теперь через эту штуку. Стоит она, правда, немало, по-моему, около, там, 170 долларов. Но эта штука, это же не значит приобретение этой штуки за 170 долларов. Нужно же еще каким-то образом освоить свой дом, подготовить. То есть его как-то нужно связать с ней. Синхронизировать, да. Да, например, если человек живет в избе, то эта штука ему вряд ли там поможет. Ну, там не будет розеток. Но если с одной розеткой, то вряд ли. Например, вот Google продает такую тоже штучку, называется Google Chromecast, которая вставляется в телевизор, в разъем для подключения, ну, видеомагнитофона, грубо говоря. И через эту штуку, например, с телефона можно транслировать видео или с компьютера на телевизор. Так вот, вот этот Google Home может давать команду этому Chromecast. Ты можешь сказать, там, включи новости, и он возьмет, там, включит новости. Включи ролик на YouTube, какую-то последнюю песню группы Ленинград. Ну, мне кажется, что что-то аналогичное вот регулярно появляется, регулярно звучит, и, вероятно, каким-то суперспросом не пользуется. Или все же? Ну, вот у меня в Facebook один товарищ купил себе такую штуку. Он живет в Одессе? Да, он живет в Одессе. Как-то он ее заказал через интернет из Америки. И как он ее настроил? Она у него работает? Или как это бывает со мной? Я могу что-то вот приобрести, и оно может себе спокойненько лежать 12 лет. В самом таком примитивном варианте, оно просто подключается к домашнему Wi-Fi и отвечает на твои вопросы. То есть на прогноз погоды оно ответит. Понятное дело, что там включить свет или кондиционер, оно сможет только если это интеллектуальные лампочки и кондиционер, которые связаны с системой умный дом. Но в Америке такие системы уже достаточно распространены. Даже взять ту же компанию Apple в операционной системе для телефонов, для айфонов. Уже два года есть программа для управления умным домом. Такая как стандартная. Они вот в эту сферу активно влазят, чтобы как-то... Да, там, я так понимаю, показывают даже некоторые рецепты. То есть абсолютно любое обращение, да, покажи, пожалуйста, например, в Ютубе найди там рецепт маринованной курицы, и вот она его покажет. Да, и все это работает без рук, она слушает постоянно. И не огрызается, что самое важное. Ну вот, например, кстати, Apple'овская Сирь может и огрызнуться. А это как? Если к ней грубо обратиться, она там отвечает, ай-яй, чего вы так говорите? Прекрасно. Ну, последняя новость, она довольно тоже необычная. Создано устройство для борьбы с дронами. Вот даже на нашем сайте, на думской.нет, недавно был репортаж, когда ночной клуб Ибица в Аркадии все перестраивал, и журналисты пошли с дроном, поснимали, значит, Ибицу, и там были видны соседние дома, ну, такие достаточно богатых людей. Понятное дело, в Аркадии у моря дома. И я тогда еще подумал, что если я жил в этом доме, мне бы, наверное, было неприятно, что рядом летает дрон и снимает меня. И вот для таких людей создали такое оружие, которое позволяет не то чтобы сбивать, а просто посадить дрон на землю. Без ущерба. Да, без ущерба. Оно работает таким образом, что оно точечно для этого дрона глушит сигнал GPS. Все дроны используют для навигации по пространству сигнал GPS, а если вдруг GPS пропадает, то все они автоматически садятся на землю. А посадить к себе во двор, я так понимаю? Ну, по сути дела, можно посадить его к себе во двор. А так он этот сигнал ловит и начинает ему управлять, или просто аннулирует его действия? Он его блокирует. То есть он вместо сигналов от спутников GPS получает ничего. И тогда эти дроны автоматически садятся. Тогда не факт, что можно посадить себе на участок. Он просто опустится напротив своей точки. А что дороже, дроны или вот эта штука? Я не смог найти цену на эту штуку, но я подозреваю, что она дорого стоит. Ну, если мы говорим о какой-то, например, обеспечении безопасности, например, там каких-нибудь первых лиц государства, то это абсолютно оправдано. Вообще с дронами пока что, слава богу, не произошло ничего страшного. Но вы понимаете, такой дрон, он может поднять, я не знаю, там 200 грамм взрывчатки, и что это будет? И в какой-нибудь толпе взлететь. И нет же абсолютно никакого способа этому противостоять. Ну да, кроме того, что какая-то конфиденциальность лиц государства, есть еще и серьезные государственные стратегические объекты, которые также должны быть защищены. И любой студент или тинейджер, который имеет 100 долларов на дрон, может себе узнать несколько... Ну, аэропорты? Уже, по-моему, есть случаи, когда из-за полетов дронов вблизи аэропортов останавливают движение самолетов. Потому что если такая штука попадет, не дай бог, в турбину, то... Да, это действительно очень опасно. Может быть, неприятно. Ну, вот такая интересная штука. И я думаю, что в ближайшее время появится цена, и она будет заоблачной. Но любители безопасности и конфиденциальности себя в этом не остановят. А потом появятся дроны, которые смогут противостоять этому. То есть дроны второго поколения, третьего, и вот это будет борьба между таким оружием и дронами, которые никак на них не действуют. Спасибо тебе, Петя. Но этом все мы понимаем. Да. Все из наденок. Петр Робуков, IT-специалист, обсуждали новинки науки и технологии. Прямо сейчас передаем слово Али Есина. Она ознакомит вас с последними новостями. К этому часу мы вернемся с новыми гостями и новыми темами. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова